Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и давайте за пару минут быстренько пробежимся по обновлению 10.0 и чего нам от него ожидать. Что на сегодняшний день нам известно? Нам известно, что ряд машин получат новое визуальное качество. Супер Конкуайр, Тигр П и АМХ 50120. Кроме того, визуальное качество новое будет у Супер Конкуайр Рекс и у Тигра П Сэнд Штурм. Это довольно прикольно, довольно интересно и как владелец одной из этих машин в ее великолепном внешнем виде я говорю о Тигре П. Мне эта идея очень нравится, ну я люблю, когда глаз радует. Что касается второй новости, которую засветили, это внесение балансных правок. Единственное, что по балансным правкам, как вы видите, не показали абсолютно информации, насколько конкретно и что конкретно будет меняться. Ну точнее не так, что конкретно меняться будет известно, а вот насколько изменится и в лучшую ли сторону действительно, это под большим вопросом остается. Ну вот допустим тот же самый Супер Хелл Кэт, я уверен, многих расстроит. Данную машину многие ребята любили именно за скорострельность, пускай даже не за большой урон, но за точное орудие, которое быстро сводилось. В данном же случае пишут по поводу того, что Супер Хелл Кэту будет увеличено ХП, это классно, хорошо. Увеличен разовый урон топового орудия, это тоже вроде бы классно и хорошо, но ребят, следующие два пункта немножко расстраивают. Увеличен разброс топового и стокового орудия и увеличено время перезарядки топового орудия, снижена мощность топового двигателя. Короче говоря, ребят, машина, она по большому счету, как мне кажется, потеряет ту изюминку, за которую ее все и любили. Но есть у разработчиков желание что-то поменять, давайте будем ожидать, что конкретно изменится, будем это тестить, ну и потом уже будем высказывать какое-то более-менее обоснованное мнение. Что же хочется отдельно отметить, так это то, что изначально, заходя в бой, у вас уже будет заряженный ствол. И это действительно очень классно. В новостях прозвучала следующая фраза, магазин боевых машин будет полностью заряжен с начала боя. Это действительно классно. Если я правильно понимаю идею, то получается, что когда ты будешь в бой попадать, твое орудие уже будет заряжено и ты готов стрелять, как только прозвучал стартовый свисток к бою. Поэтому я считаю, что вот этот вот прикол действительно должен быть, потому что ну навряд ли прям едут реальные машины в бой и только по дороге заряжаются. Поэтому я очень сильно надеюсь, что я правильно понял данную новость и, соответственно, заезжая на какой-нибудь бабахе, я уже смогу стрелять, как только кого-то увижу в прицеле, а не продолжать дозаряжать оружие в то время, как бой уже идет полным ходом. Также, ребят, нам засветили новую карту. Вот этому факту я не то что рад, я просто прыгаю задницей на стуле, потому что все карты уже поднадоели. Ты ко всему привык, ты все знаешь, ты уже знаешь, кто куда поедет, ты интуитивно понимаешь, что сейчас будет происходить и с какой стороны кого вам стоит ожидать. В данном же случае новая карта вдохнет новую жизнь в нашу игру, и я больше чем уверен, что огромному количеству игроков данная карта зайдет и понравится. Что я для себя отметил на данной карте? Я отметил для себя, в первую очередь, огромное количество мест и локаций, на которых будут неплохие стычки, ребят, которые будут выстаивать какое-то направление или пытаться его продавить. И плюс к тому, ребят, обратите внимание на огромное количество разъездов разных на данной карте. Маленькие вот эти вот все улочки, ручейки, это все всевозможные вероятности того, кто и где будет проезжать. Причем пока еще неизвестно, где будет направление ТТ, где будет направление ЛТ. Ребята еще эту карту не играли, соответственно, для всех это все будет в новинку. И скорее всего, поначалу будет одно из двух, либо разброды, шатания, все куда не лень будут разъезжаться, чтобы карту изучить и по ней покататься. Кто-то будет это делать в тренировочной комнате, и это, в принципе, грамотный подход к данному вопросу. Ну, а кто-то будет, наоборот, пытаться держаться кучей и пытаться ехать всей командой. Короче говоря, ребят, вот это вот действительно просто бомбей. Жду лагуну, с удовольствием на ней поиграю, с удовольствием надо будет ее потестить в тренировочной комнате. Короче говоря, ребят, вот эта новость действительно зачетная. Ну и последнее, что хотелось бы сообщить, это сообщить по поводу того, что ветки WZ-55 все-таки быть, это в очередной раз подтвердилось, это классно. В очередной раз засветили внешний вид машин, которые будут стоять в линейке WZ-55. И отдельно отметили по поводу того, что девятый и десятый уровень по данной игре, ой, господи, по данной ветке, по WZ-55 будут обладать уникальной механикой. Она будет называться боевая стабилизация. И она собой представляет следующее. При движении корпуса танка вперед или назад без вращения башни. Это надо понимать и в том числе, ребят, не поворачивая корпусом вправо-влево. То есть просто при движении танка вперед-назад, и если ваша скорость будет при этом меньше 15 км в час, ваш разброс не будет увеличиваться. Это действительно классно, потому что раньше, когда ты играл на тяжелом танке и из-за какого-то укрытия ты пытался высунуть свой нос, чтобы подразнить соперника, откатывался назад, то за это движение ты расплачивался увеличением своего разброса. И при том, когда ты в следующий раз опять выкатывался, тебе приходилось заново полностью сводиться. Это было крайне дискомфортно. И вот как раз на ВЗ-шке 55-й вот эта вот механика будет нивелировать данную проблему. Я лично очень этому рад. Я в принципе рад тому, что будет новая ветка. Я уже коплю, ребят, чего и вам советую, серебро и свободный опыт для того, чтобы открыть себе ВЗ-шку как можно быстрее. Ну а возможно мы с вами это будем делать на стримчике в прямом эфире. Вот такие вот, ребят, новости. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте обязательно лайки. Я всегда с вами и отблагодарю вас все новыми и новыми качественными видео с честным мнением по поводу всего, что происходит в нашей с вами игре. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok